Я не чемпион С берега и проповлю Красавицу кифаль свою Тихо про себя пою Где трофей я жду тебя Бросив поплавочек даль Теперь его кифаль лишь та Где же ты я ждать устала Кифаль любимая Кифаль лишь признание Клавить нужно сознание Погоду знать заранее Не упустит кифаль зировая Бросив поплавочек даль Теперь его кифаль лишь та Где же ты я ждать устала Бросив поплавочек даль Приветствую вас на канале Кифалист Сегодня сюжет посвящен рыболовной леске Перед вами две бобины лески По размотке 1000 метров Разной толщины одного и того же производителя Фирмы Майкрафт Очень интересная леска Я уже эту леску испытывал на рыбалке В размотке 1000 метров Толщиной 0,30 Также приобрел себе Этой же фирмы леску Майкрафт Карп 0,35 мм 15,80 кг 1000 метров Вот такая вот леска интересная И сегодня будет у нас Небольшой обзор Посвященный этой леске А также мы сравним Эту леску Что она с собой представляет Я расскажу Для вас Почему я выбрал Эту леску И считаю Достаточно удачным Решением Ну Начнем мы С лески Майкрафт 3D Которую я уже приобретал Эта толщиной 0,30 Я уже снимал Обзор на эту леску Тест у нее 12,6 кг Эту леску я брал Для рыбалки На кефаль Толщина 0,30 Это Скажем так Достаточно Уверенная Толщина При которой Вы Будете чувствовать Рыбку И Скажем У ней есть запас прочности Оптимальная леска Для рыбалки на кефаль От 0,28 Где-то до 0,30 Обо всем по порядку Эта леска Имеет небольшое Такое вкрапление Эта леска Хамелеон Очень интересная леска Очень Достаточно Хорошо Показала себя На рыбалке И мне Она очень И очень Понравилась Потому что У этой лески Цена и качество Достаточно Хорошем Соотношении И Она Оправдывает Те средства Которые Вы на нее Потратите И Самое главное Она Оправдывается Пойманной рыбкой У меня Не было Обрыва На эту леску Единственное Что Я ее Обрезал Только Кончик Рески Это Базовое Правило Все Рыбаки Знают Кончик Постепенно Проходит В неугодность И Сантиметр 10-15 Периодически Нужно Отрезать Эта леска Мне Очень Понравилась И Я Остался Ею Доволен Потому что Если Брать Размотку И Цену Которую Я заплатил За эту леску А это Достаточно Небольшие Деньги Плюс Она Относится К лескам Хамелеон Растяжимость Хорошая Прочность И Проверял На тест Да Заявленный Производительным Тест 12,6 Кг Она Полне Выдерживает У меня На рыбалке Как-то Случился Очень Сильный Зацеп За водоросли Кидал Снасть И Чуть Она Улетела Дальше Чем Я Планировал Буквально На метра Два И Зацеп За водоросли Очень Крепкий Прочный Надежный В таком Случае Либо Обрезаю Леску И Готовую Снасть Либо Пытайся Вытаскать Как правило Многие Рыбаки Сразу Напрягают Леску Тянут Со всей силы И Происходит Обрыв Это лески В каком-то Моменте И Неприятное Впечатление От рыбалки Я Попытался Этого Избежать Поэтому Тянул Медленно Делал Очень Сильную Натяжку Но Не допускал Обрыва И Я вам Скажу Я очень Был Доволен Этой Леской Потому Что У нее Очень Хорошая Растяжимость На Катушке В этот Момент Я даже Слышал Слегка Треск Было Видно Что Леска Натянута Как Струна Но Обрыва Не было Она Хорошо Себя Показала И Я После Нескольких Манипуляций Все таки Вытаскал Снасть И Остался Довольный Этой Леской И у меня Даже Не разогнулись Крючки Которые Очень Плотно Зацепились За Хороший Пучок Водорослей В море А Глубина Была Метра Два Два С половиной Поэтому Хорошая Достаточно Прочная Леска Бюджетный Вариант Этой Лески Но Тем не менее Достойного Качества Плюс Небольшое Укрепление Сегодняшний Сюжет Я Хочу Посвятить Не Этой Леске На Эту Леску Уже Снят Обзор Я Поделился Просто Своими Впечатлениями От Того Как Я Ловил На Эту Леску И Я Остался Довольный Плюс Смотрите Сколько У меня Еще Этой Лески У меня Достаточно Много Этой Лески Я Только Использовал 200 метров С Данной Размотки Лески 1000 метров Еще У меня Достаточно Будет Много Лески На Рыбалку И Я Использовал На данный Момент Только 200 метров С Этой Лески Я Остался Очень Довольный Толщина Повторяю Еще Раз 0,30 12,6 Кг Для Кефали Это Более Чем Достаточно Вполне Достойная Леска Достойные Показатели По Ее Растяжимости Эластичности И Самое Главное Она Не Слишком Растягивается Где-то Имеет Средние Показатели По Растяжимости Потому Что Ты При Вываживании И рыбку Чувствуешь И Леска Ведет Себя Достаточно Уверена Это Не Плавающая Леска А Тонущая И Достаточно Хорошо Себя Показывают На Рыбалке Но Сегодня Сюжет Не Будет Посвящен Этой Леске Мы Продолжим Наш Обзор По Новой Модели Лески Которую Я Купил Это У нас Майкрафт 3D Это Майкрафт Карп 0,35 Миллиметра Более Толстая Леска Эту Леску Я Только Приобрел В Сегодняшнем Сюжете Я Вам Хочу Рассказать Почему Я Выбрал Леску Майкрафт Почему Она Мне Понравилась Да Это Бюджетная Леска Это Недорогая Леска Но Вы Посмотрите Размотку 1000 Метров С Этой Лески Я Использовал Повторюсь Всего Лишь С Этой Лески Я Всего Лишь Использовал 200 Метров И У У Меня Есть Еще Запас Но Я Еще Приобрел 0,35 Миллиметра Я Хочу Эту Леску Использовать На скатах Потому Что Она Достаточно Хорошая А Почему Сейчас Мы Детально Разберемся Отложим Нашу Леску Которую Я Очень Благодарен За Проведенные Сезоны Рыбалки Всего Лишь 200 Метров Потратил Лески Но Тем Не Не Наловил Рыбки Оправдал Леску И Еще Вдобавок У меня Есть Большая Размотка Этой Лески Которую Я Могу Использовать Для Рыбалки На Кефаль А Тоже Бью В Сторонку А Теперь Поговорим Об Этой Леске Майкрафт Карп 0,35 Миллиметра 15,80 Кг Конечно Многие Скажут Это Не Морская Леска Она У Тебя Цветная Для Рыбалки Надо Использовать Желательно Без Цветную Леску Или Какие То Другие Профессиональные Лески Типа С Применением Шок Лидера Конусной Или Что-то В этом Роде Для Хищника А В том Числе И Для Моря Чтоб Она Долго Служила Но За Эту Леску Я Заплатил На Сегодняшний День 600 Рублей И Это Достаточно Хорошая Цена За Эту Леску В Такой Размотке Потому Что Это Бюджетный Вариант И Самое Главное Качественный А Насколько Качественный Мы Сейчас Разберемся Вот Я Кончик Лески Уже Достал Давайте Посмотрим Если Вам Будет Видно Хорошо Я Постараюсь Приблизить У Этой Лески Вену Марка ФТД Она С Элементами Вкрапления Зеленые Нити И Вкрапления Черных Оттенков Вы Прекрасно Это Можете Видеть В Этой Леске Обратите Внимание Когда Мы Ее Разматываем Она Практически Прозрачная Ее Почти Не Видно Вот Мы Ее Видим Слегка Наберем На Желтом Фоне А Если Мы Ее На Темный Фон Переместим То Чуть Чуть Она Отдает Оттенком На Светлом То есть На Песчаном Дне Ее Почти Не Будет Видно Если Мы Будем Ловить На Чистых Местах Если На Местах Там Где Водоросли То Посмотрите На Цвет Лески Она В Цвет Водоросли И Один Из Важных Показателей Лески Первый Который Я Смотрю Это Незаметность Она Соответствует На Лицо Она Очень Хорошо Себя В Этом Плани Показывает Возьмете Вы Прозрачную Леску Возьмете Вы Цветную Леску Смотря Какой Оттенок Вот Этот Оттенок Мне Понравился Он Очень Даже Неплохой Следующий Момент Давайте Мы Завяжем На Леске Какую Хорошую Петельку Вот Даже Вдвое Сложил И Как Отдает Вам Она Зеленым Оттенком Мне Она Почти Прозрачна Ну Ладно Давайте Мы Завяжем Узел Сложим Леску Двое И Делаем Один Оборот Это Самый Простой Узел Который Можно Проверить Данную Леску Попробуем Ее На Разрыв Так Завязали Узел Сейчас Мы Немножко Смочим Для Чистоты Эксперимента Так Вот Затянули Теперь Смотрим Я Специально Немножко Подтяну Узел Из того Места Где Он Уже Был Изначально Завязан Вот Видите Посмотреть Как Будет Леска Крутиться Вполне Нормально Держит Форму Вот Вот Этот У нас Вот Момент Берем Эту Леску В сторонку Держит Форму Теперь Давайте Попробуем Разрывать Эту Леску Леска 0.35 Mycraft Carp 0.35 15.80 Кг Видите Только Что Порезал Палец Немножко Но Не Дошло С Такой Силой Я Пробовал Остянуть Эту Леску У меня Не Вышло Не Рвется Леска Немножко Покрутилась Но Рваться На Разрыв Она Не Идет Итак У меня Оборвать Узел Не Получилось Я Его Просто Обрезал Вот Когда Проводишь По Этой Леске Mycraft 3D Вот Чувствуется Немножко Вкрапление Местами Когда Проводишь Что Неполная Эластичность А вот Немножко Вкрапление Не Как бы Ощущаются Здесь Вкрапление Нету Но Резко Эластичная И Очень Неплохая Плюс У нее Хорошая Растяжимость Как Вы Увидели Я Б Сказал Это По Растяжимости Где-то Средний Показатель Если Выбирать Между леской И шнуром То я Предпочитаю Леску Почему В ней Есть Эластичность Она Тянется Она Играет Она Ты Чувствуешь Прекрасно Движение Рыбки В море Вываживать Рыбку На леску Очень Даже Хорошо Потому Что Она Гасит Ее Внезапные Удары У нее Есть Эластичность Прочность Она Леска Есть У нас Как Плавающая Так И Тонущая Вот В данном Случа Это Тонущая Неплохая Леска Плюс Ко всему Она Не Будет Набирать На себя Очень Сильно Водоросли Потому Что Будет Скорее Всего В средних Своях Воды Находиться Не Плавать Поверху Очень Часто Когда Мы Ловим На рыбалке Рыбку Юго-западный Ветер В наших Краях То Несет Очень Много Водорослей Различных И Они Забивают Леску Вот Если Она Будет Плавать Поверху Когда Леска Тонет Это Дороже Большой В наших Краях Плюс Шнур Шнур Также Прочный Инструмент Для Рыбалки Но Я Брал Эту Леску Для Рыбалки На Хищника Как Раз Оптимальный Вариант Возьмем Ската Хищная Рыба Которая Водится В наших Краях Которую Мы Ловим Я Видел Некоторые Рыбаки Ловят Даже И На Шнур И Это Может Быть Даже Правильно Это Хороший Инструмент Но Я Все Таки Выбираю Леску В отличие От Шнура Потому Что Шнур К Примеру По Своей Структуре Волокна Он Создан Так Что Он Впитывает В Воздух И В большей Степени Он Плавает Поверху И Если Вы Вовите Какую-то Неблагоприятную Погодные Условия Какие-то Очень Неблагоприятные Погодные Условия Сильный Ветро Или Течение Он Будет К Поверху И Может Если Недостаточно Тяжелое Грузило И Сместить Снасть С точки Заброса Может Набрать На себя Водоросли А Эти Все Неблагоприятные Моменты Надо Как-то К ним Адаптироваться От них Уходить Чтоб Они Не Создавали Для нас Слишком Большие Неприятности Слишком Большие Неудобства На рыбалке Рыбалка Должна Приносить Удовольствие От процесса А не Кучу Проблем Рыбалки Рыбалки Чем 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 Меньше Растяжимость Лески Тем Вы Будете Лучше Чувствовать Рыбку Но Увеличивает Показатели По Сходу Потому что Леска Должна иметь Обязательная Растяжимость Для того Чтобы Гасить Удар Рыбки Когда Она Выполняет Эту функцию То Это Достойный Результат Это Достойная Рыбалка Это Достойный Урок Который Вас Точно Порадует Вот Такая Леска Я ее Еще Не Испытывал На Рыбалке Может Она Карповая Для Пресноводной Рыбалки Но Я думаю Она Очень Хорошо Себя Покажет На Морской Рыбалке Также Потому что И Карповые Лески Поменяют На Море И Работают Они Ничем Не Хуже Чем Знаменитые Бренды Трабука Или Стоят Дороже Но При этом Работают Не Так Долго Помним Что Леска Это В первую Очередь Расходник Это Тот Материал Который Постепенно Приходит Негодность В любом Случае Вы Можете Купить Очень Крутую Крепкую Леску К примеру За Большие Деньги Но При этом Вопрос В том Сколько Она У вас Прослужит И Какую Рыбку Вы При этом Будете Ловить И Сколько Вы Поймаете Рыбки На Ту Леску Снасти Должны Оправдывать Себя То есть Те Средства Которые Мы Тратим Они Должны Приносить Они Должны Окупаться И Приносить Удовольствие От Процесса Я Обязательно Сниму Отдельный Сюжет Который Расскажу Как Эта Леска Показала Себя На Рыбалке Сколько Я Взял Размотки Этой Лески И Как Она У Меня Прослужит Будут Ли Обрывы Будут Ли Сходы Все Детально Расскажу Но По Показателям Лески Когда Я Покупал Winner Майкрафт 3D И Вот Эта Леска Карп Они Очень Сходные Какая Леска Лучше Я Думаю Обе Достойные Это Уже Проверенная На Рыбалке Показала Результат И Я Очень Остался Довольный Эту Леску Нам Предстоит Еще Испытать Но Заявленные Характеристики Этой Лески Меня Устраивает И Я Надеюсь Что Они Будут Ничем Не Хуже Чем У Лески Майкрафт 3D Рыбалка Все Покажет Уовы Которые Будут На Канале Докажут Эффективность Этой Лески А Мы С Вами Встретимся В Следующих Сюжетах Если У Вас Остались Вопросы По Этой Лески Или Вы Хотите Чтоб Я Сделал Более Детальный Тест Этой Лески Напишите В Комментариях Надеюсь Эта Леска Будет Удачным Решением Для Рыбалки Не Только Для Меня Но И Для Вас Она Станет Верным Спутником Я Обязательно Сниму Еще Один Обзор По Этой Леске Расскажу Как Я Провел С Ней Рыбалку И О Тонкостях Ее Поведение Но Думаю Все Будет Отлично Это Хорошая Нормальная Леска С которой Можно Работать На Рыбалке И Самое Главное Уйти Словом Всем Спасибо За Просмотр Пишите Комментарии Оставляйте Свою Точку Зрения Она Имеет Значение Встретимся В следующих Сюжетах 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 Имеет Во Пишите Сюжетech . В Сюжетах Ос 不 У Ну 日 К Л Là Э Н hã